Чем вы занимались во время войны? Я работал на заводе радиодеталей. Чем вы занимались на самом деле? Вы меня слушаете? Если хоть кому-то обмолвитесь о том, что увидите, вас ждет смертная казнь. Она прекрасна. Величайшая шифровальная машина в истории. Немцы используют ее для всех важных переговоров. Все считают, что Энигму невозможно взломать. Дайте попробовать мне, и сможем сказать точно. Мистер Тьюринг, вам известно, сколько людей погибло по вине Энигмы? Нет, неизвестно. Трое. С момента начала нашего разговора. Основано на реальных событиях. Чем мы занимаемся на самом деле? Пытаемся взломать неуязвимый шифр нацистов. Чтобы преуспеть в этом начинании, нужно быть гением. Зачем вы создаете эту машину? Она позволит нам расшифровать все вражеские переговоры. И выиграть войну. Изгой. Ты мог помочь нам, но не поможешь. Гений. Вам никогда не понять всю важность того, что я здесь создаю! Загадка. Я всего лишь математик. У вас больше тайнь, чем у лучших из них. ИМИТАЦИОННАЯ ИГРА Иногда именно те люди, от которых никто ничего полезного не ждет, способны сделать вещи, которые изменят мнение о них. Чем вы занимались во время войны? Я работал на заводе радиодеталей. Чем вы занимались на самом деле? Вы меня слушаете? Если хоть кому-то обмолвитесь о том, что увидите, вас ждет смертная казнь. Она прекрасна. Величайшая шифровальная машина в истории. Немцы используют ее для всех важных переговоров. Все считают, что Энигму невозможно взломать. Дайте попробовать мне, и сможем сказать точно. Мистер Тьюринг, вам известно, сколько людей погибло по вине Энигмы? Нет, неизвестно. Трое. С момента начала нашего разговора. Основано на реальных событиях. Чем мы занимаемся на самом деле? Пытаемся взломать неуязвимый шифр нацистов. Чтобы преуспеть в этом начинании, нужно быть гением. Зачем вы создаете эту машину? Она позволит нам расшифровать все вражеские переговоры. И выиграть войну. Изгой. Ты мог помочь нам.